здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал русские свастики оберег рысич значит знаете вы что очень много вот таких вот свастик вот именно вот такого вида значит есть на различных зданиях в капитолии значит в Эрмитаже в Исаакиевском соборе везде-везде во всех частях света вы найдете вот такие свастики недавно я показывал вам ролики где показывал в Иордании такие же точно свастики в Иерусалиме есть такие же точно то есть везде они одного и того же вида вот такого хочу вам показать одну интересную статью где вы можете посмотреть что же это свастика означало у нас на Руси видите да они все одного и того же одной и той же формы ну фашистскую конечно мы не будем брать вот такая вот раздел защита и удача славянский оберег рысич сильнейший защитный амулет оберег рысич это символ славян относящийся к типу солярных пиктографических изображений наделяемых мистической силой спектр его применения весьма широк в этой статье мы коснемся истории этого оберега способов его применения и много другого оберег рысич и его история являясь мощным символом связанным с солнцем у древних славян он считался защитным и использовался в создании оберегов талисманов оккультных символов и религиозных предметов чаще всего его изображали вместе с особо почитаемым символом рубежник знаком волховской жреческой касты но если рубежник изображался при входе в святилище капища то рысич внутри самого строения также его вырезали на идолах богов жертвенных чашек и прочих предметах которые имели связь с божественными силами например на алтарных жертвенниках рысич древний родовой оберег с течением времени этот символ стали использовать не только в защите храмов как и пентаграмму в древнем шумере вавилоне оберег рысич чертили на стенах домов оконных станет длинных косяках порогах чтобы не допустить проникновения потусторонних и злых сил помимо этого рисовался он на домашней утвари мебели орудиях труда семантика символа подразумевает вполне конкретное значение без посторонних трактовок то есть исключительно защитная рысич являлся наиболее мощным из всех свастистических оберегов работающим против враждебных созданий нави так назывался мир мертвых и неупокоенных душ у мифов наших предков помимо этого такой славянских оберег предназначен для защиты от дурных вероятностей опасных ситуаций конфликтах с дурными людьми сглаза проклятия в древности его вышивали на одежде воинов в частности на нательных рубахах среди прочих символов защиты вот тут значит пройдете кликабельно можете посмотреть символ защитник рысич оберег этимологически слова рысич схоже с названием зверя лесной рыси рысь была почитаема славянами как символ свободного бесстрашного и зоркого создания божьего он употребляет уберечь границы своего я оградить самооценку от постороннего воздействия словесного и энергетического если у человека нарушены границы ауры и личности он часто болеет чувствует себя дурно и на своем месте помимо того рысич лучший помощник тем чья работа лежит в области риска спасательным спелеологом альпинистом спецназовцам он снижает части надо шансы на дурной исход дела оберегает от надпастей и неприятностей развивает интуитивное восприятие реальности которая так необходимо в опасной работе бережет от грязи людской и природной вроде стихийных бедствий как рыси чувствуют беду так и носитель подобного оберега чует беду и может вовремя уйти от него рысич знак интуиции развитого шестого чувства превосходящего ум и трезвое мышление мозга интуиция наследие поколений наших предков и этот знак будет ее заставляет служить амулет с этим символом носят поближе к телу рядом с сердцем и могут обладать любы любого возраста вера исповедания и мироощущения он делает жизнь более стабильной и спокойной на земле в небесах в воде всюду человек нуждается в защите высших сил а берег рысич как сделать как сделать какому богу посвятить этот символ является знаком бога громовержца перуна покровительно воинов жрецов когда-то мы уже говорили он является знаком привилегированного класса но теперь любой человек может использовать этот оберег своих целях рысич мягче и спокойнее нежели сякира перуна рысич идет по движению солнца они против него что означает единение силами природы и добра считается что беременным женщинам следует носить этот оберег чтобы защитить свое нерожденное дитя от воздействия темных сил христианской традиции это бесы и демоны желающие завали завладеть душой который еще не имеет имени и соответственно святого покровителя также этот знак необходимо начертить на кроватке новорожденного амулет изготавляют из драгоценных и полудруга драгоценных камней кости металлов дерева особенно хороши для этого металлы благородные золото серебро если вы посвящаете амулет перуну проводя для этого специально специальный ритуал то оберег должен быть из стали или бронзы как металлов воинских твердых и мужественных поскольку перун прежде всего бог воин то оберег крысич необходимо заклинать мужчине опытная женщина маг также может провести ритуал но это даст и ей гораздо сложнее посвящение необходимо совершать на вершине холма или в дубовой рощи лучше чем лучше всего если ранее в этой рощи находилась перу новое святилище перун бог опять-таки кликабельно можете посмотреть светлый и обряд проводится ближе к вечеру когда солнце клонится к заката на то также можно провести его в грозу что даже лучше оберег напитается мощной силой бога громовержца многие годы будет будет служить верно своему владельцу перед началом ритуала не забудьте очистив свою энергию водой огнем и землей в ритуале обративший лицом на восток или к солнцу восславьте перуна и поднимите амулет с рысич символом над головой чтобы солнце его осветило своими лучами сосредоточьтесь на мыслях об обереге который дарует вам защиту от любой напасти после этого при принесите трубу то есть символическую жертву богу а требу шу елки-палки то есть символическую жертву богу перуну приносится вещи вроде кваса куриных и гусиных яиц красного вина пива меда сала орехов молока куриного и говяжного мяса жира зеленой пшеницы или ржи сейчас уже нет священных чуров то есть изображений богов которые вырезали из дерева наши предки но вы можете один раз обрести требу вокруг дуба и положить ее на землю поблагодарить перуна за помощь и защиту а потом уходите не оглядываясь назад оберег после этого около трех дней в полнолуние необходимо продержать под светом луны дабы полностью напитать его силой рысич защитит своего владельца от любой беды но только если тот чист сердцем и помыслами если вы носите талисман посвященный светлому богу а сами лелеете дурные мысли и совершаете плохие поступки то будьте готовы к расплате отраженная сила оберега вернется к вам многими бедами поскольку перун не терпит грязи грехов на тому кто взывал его к силе вот такая интересная статья ребята кому будет интересно ссылку на сайт оставляю смотрите другие интересные статьи на этом сайте подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания